Вы считаете Чечню частью России? Да, считаю. Я считаю, пока да. Ну, да, считаешь ли? Да, естественно. Да. По закону, да. А по факту? Ну и по факту, да, раз по закону. Да. Я считаю, да. Если честно, как бы по менталитету, по отношению к России, я бы не сказал, что я считаю Чечню частью России, потому что изначально там не воспринимают русских, как бы вот. Ну, то есть это просто большая политика. Вот я там, типа, такой президент пришел, короче, чужими руками захватил тут Чечню, там, со времен, там, еще Лермонтова или когда-то, вот. И все, моя земля. А там же другой народ живет. Они говорят, мол, типа, чего вы пришли тут в наш дом занимать-то вообще наши земли там и все такое. Ну и как бы так, то есть, как бы ко мне, на самом деле, не относится этот вопрос. Но мое мнение именно такое, то есть, как бы, реально, пусть они, короче, валят, в освоясь, так сказать, вот. Ну, то есть, я не думаю, что, ну, Россия что-то убудет, если Чечня не будет в составе, короче, России, так сказать. А как вы, вот, сами считаете, почему там не все законы Российской Федерации соблюдаются? Как так? Почему? Ну, вот Кадыров призвал убивать наркоманов, запретил алкоголь там продавать. Он человек такой, политик, вот. Все-таки это не на уровне законов. Многие политики разные вещи говорят. Ну, как, у нас вот в России позволено алкоголь продавать. Почему он запретил? Традиции, традиции. Традиции, вот, свои региональные, вот. А по-вашему это допустимо? Вполне. То есть, можно отступать от Конституции? Ну, а разве в Конституции написано, что можно пить алкоголь? Там написано, что его нельзя запрещать, точнее, нет там такого, что можно запретить. Ну, раз не запрещено, вот именно запрещать, почему бы так и не сделать? Так можно запретить это, да. Вот так. Я думаю, это, ну, для этого региона вполне нормально. Там такая традиция. Почему там законы не все Российской Федерации соблюдаются? К сожалению, на этот вопрос я не могу ответить. Ну, по идее, должны выполняться, но раз не выполняется, тут не знаем. Потому что там живут сильные, злые люди, которые могут себя так вести по отношению к Российской Федерации. Местный колорит. Это, наверное, вопрос уже к нашему руководству страны, почему не соблюдаются. Должны соблюдаться или нет? Я думаю, да. Ну, потому что российские законы не только не там не соблюдаются. Они в равной степени у нас не соблюдаются. Ну, вот там, например, Кадыров запретил алкоголь продавать. Или людей, которые в противоправных действиях замечены, их родственников поувольнять с работы. Ну, у нас же Федерация, у нас каждый регион сам может принять региональный закон. Что хотим, то и делаем. Да, и он так может сделать? Ну, у нас Собянин, например, платные парковки в Москве в столице сделал. Это вопрос к местному, наверное, уже руководству. Во времена генерала Ермолова, город Грозный, это крепость Грозная. Это земля пролитая, ну, залитая кровью русских солдат. Вот по этому вопросу не могу дать вам конкретного и правильного ответа, потому что не интересовалась, если честно, этим вопросом именно законным, соблюдаются они или нет, но в составе России ее вижу, да. Потому что у них есть определенные национальные особенности. А как же Конституция России, если они в составе, почему они ее не соблюдают? Видимо, есть какое-то обоснование. Какое? Если бы я была законодателем, я бы как-то это обосновала более развернуто. То есть все-таки это можно на законодательном уровне, да, как-то обосновать? То, что... Ну, вот он алкоголь, Кадыров запретил торговать алкоголем в Чечне. Это как обосновать можно? У них подавляющее большинство мусульманской населения, просто нельзя этого делать, поэтому ничего там удивительного. И вот второй вопрос. Скажите, по вашему чеченскому народу должна быть предоставлена возможность выбирать, быть им в составе России или нет? Мне кажется, да, они много для этого страдали и никогда не притворялись, что они наши друзья. Я думаю, этот вопрос уже закрыт полностью. 20 лет назад многим республикам было разрешено, вот, и мы видели, к чему это привело. Я думаю, что нет, все уже в конечном счете договорились... Не нужно предоставлять им, да, такую возможность? Нет, нет. Все уже лучшие умы порешили, что должно быть вот так. Конечно, должна быть возможность. Я думаю, так же должна быть предоставлена, естественно. Наверное, все-таки, потому что с другой стороны, да, то есть если большую политику откинуть, то Чечня без России ничто. Они сгинут, перережут друг друга, там в российских своих движухах, короче, там они же тоже воюют. Вот, они перережут, перебьют друг друга, короче, и все равно завалят, короче, Россию. То есть убегут, короче, все равно сюда. То есть пускай они лучше, на самом деле, короче, живут там, типа якобы в России. Вот, но на самом деле, как бы, то есть, ну, чтоб меньше, короче, сюда-сюда. Ну, мне кажется, у любого региона такая возможность есть это обсудить с населением. Я думаю, что народ может выбирать все, что угодно, наши границы открыты, они могут собраться, уехать. А это территория наша. Это, я считаю, тоже нужно, потому что народ имеет право сам решить. Ну, по идее, должна, ну, по Конституции у нас же есть право выбора, поэтому, ну, право должно быть, да. Ну, я думаю, что если каждому субъекту федерации будет предоставлен такой выбор, в России и в других странах, то он начнется просто катастрофически. Все разбегутся. Мира, поэтому, ну, я думаю, что в данном политическом контексте это невозможно. А они бы выбрали, вот, по-вашему, остаться или быть самостоятельными? Я, к сожалению, не могу сказать за жителя Чечни, чтобы он выбрал. Я не могу говорить за чеченский народ. Ну, я думаю, они выбрали бы автономию. Не быть в составе, да? Не быть, да. Ну, из-за этого уже шла Чеченская война, что они хотели, как бы, отпочковаться. Вот, ну, там, и, да, и другой уровень решения вопросов таких. А по-вашему, они бы что выбрали? То, что сейчас есть. То есть они хотят в составе России быть, да? Я думаю, да, иначе бы не были. Я думаю, выбрали бы быть в составе России. Мне так кажется. А я думаю, на самом деле, чеченцы гордый народ. Вот, они, наверное, все-таки выберут, наверное, с собой быть. Просто им надо дать толчок, пинок под зад, развиться, короче, инфраструктуры, больницы, школы, как бы. Ну, чтобы они не были дикарями, потому что они реально, то есть, немножко ненормальные. Они считают, что мужчина это, когда я должен зарезать врага, то есть, по-любому случаю, он должен найти себе врага. То есть, будет это украинец, будет это русский, короче, будет это кто-то там неверный, вот. Ну, как бы так, очеловечить эту страну. И думаю, наверное, все-таки, что-то с этой страны все-таки через, может, сто лет получится вообще. То есть, как-то так. На самом деле, хотелось бы, чтобы Россия вообще гордилась этой страной, как бы так. И сам народ гордился, как бы, то есть, очеловеченные были, не дикари какие-то такие. Вот я мусульманин, это неверный, давай его замочим, короче, такая вот фигня, вот. А все было, как бы так сказать, ну, по-человечески у них. То есть, они пускай там баллотируются, выбирают друг друга. Хотя, на самом деле, Чечня вообще никто и ничто, они там не пикнут даже без российского президента, я так считаю, вот. Ну, в принципе, как бы, маразм вообще на самом деле таковой, что когда-то там Дудаев, короче, был против России, потом за Россию, сначала резали русских солдат, потом за Россию пошли украинцев резать, короче, бить. Что за нахрен? То есть, это просто элементарная страна, которая просто марионетка в руках России. То есть, там, я думаю, наверное, ни выборов никаких не будет, наверное, ну, в ближайшее время. Всегда 100% за Путина. Ну, а за кого им еще голосовать? Ну, не за Обаму там и не за Трампа, как бы, в общем, вот. Ну, в принципе, вот так вот, как-то так. А как вы думаете, что они бы выбрали, остаться с Россией в составе или быть самостоятельным? Ну, на данный момент, я думаю, что выбрали бы остаться все-таки. Надо спросить. Я не знаю. Не знаю, если честно, как там большинство и вообще, имеет ли свое слово большинство именно народ, не могу сказать. Потому что, если честно, глубоко в этот вопрос не вникаю, но я была бы рада, если бы они выбрали ответ «да», быть в составе России. А вот если они выбрали, ну, вот сейчас же они в составе, да, но условия у них особые. А вот на обычных условиях они бы согласились быть? Как республика Коми, например. Не знаю, вряд ли на обычных условиях они бы согласились, мне так кажется. Ну, потому что там все-таки своя культура. Я не знаю. Я не знаю. Без их традиций, а по конституции Российской Федерации жить? Затрудняюсь ответить. Ну, я думаю, если им предоставить выбор, то там уже будет выбор без выбора. Если они будут согласны быть в России, то уже и с нашими законами, с нашими законодательствами, со всеми вытекающими. Ну, вот они сейчас согласны, но на особых условиях. Ну, я не знаю, почему так. Честно не подскажу. Думаю, что скорее да. Уже да, наверное. Я думаю. Почему? Ну, потому что их уже отстроили заново. Продолжение следует...